Снова к событиям в Латвии. Большого возвращения не будет. Партия Согласия определилась со своим кандидатом мэры Риги. Им стал защитник русских школ и организатор Игорь Штогде. Когда в Латвии Константин Чекушин. Составлен и предварительный список кандидатов депутата Рижской думы от Согласия. Кто в него вошел и каковы приоритеты работы партии, узнала Галина Сладовник. Около двух часов правлению партии Согласия обсуждала кандидатуру Константина Чекушина на пост мэра столицы. Временами эмоции были слышны даже из-за закрытых дверей. На правлении обсуждали одну эту кандидатуру, но долго. И ему, я думаю, была очень хорошая сегодня прививка демократии. Потому что вы не слышали, может быть, все, но громко обсуждали и бурно, активно обсуждали. Очень заинтересованно обсуждали, все без исключения. И я, в том числе, спорили. И для него это будет большой-большой пророк. А и да, и я думаю, что мы можем гордиться, что приняли хорошее решение. Мы выдвигаем прекрасного человека. Во время небольшого перерыва, когда глава партии Согласия Янис Урбанович, бывший в Мэр Риге Нил Ушаков и только что утвержденный кандидат в мэры Константин Чекушин вышли к журналистам, первый вопрос к кандидату был о приоритетах в работе. Его ответы перебивали старшие товарищи по партии. Я думаю, что у нас есть много партии, как пара на Сэйм. Человек впервые пережил большое заседание правления. Не будем устраивать ему экзамен. Чекушин – общественный активист и защитник русских школ. Баллотировался от Согласия в Сэйм на предыдущих парламентских выборах. Правда, в Сэйм не прошел. С 21-го места в списке упал на 26-е. Мы хотим оставить наши социальные программы, потому что это один из главных наших приоритетов. Безусловно, мы должны продолжить то, что было обещано в 2017 году. И мы должны, в том числе, это ремонт улиц, мостов. Если говорить конкретнее, уже там Брасовский мост и улица Чака нас ждет. И третье, конечно же, это сады и школы. Будет презентована программа, там вы все это увидите. Да, то есть более подробно мы, конечно, будем говорить позже. На заседании правления обсуждали и список кандидатов в депутаты. По сравнению с предыдущими выборами в Рижскую Думу, он обновлен на две трети, говорят в партии. Среди кандидатов ожидаемо бывшие думцы от честь служить Риге, которые недавно вышли из своей партии. Политики, исключенные из новой консервативной партии Друис Клейнс и Иманс Кейш, а также бывший руководитель Рижского департамента сообщения, скандально известный Эмилс Якринс. Есть списки и старообрядцы. Иларион Иванов и отец Александр, глава Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. В списке, с одной стороны, представлены депутаты Согласия, депутаты из честь служить Риге, с которыми мы участвовали вместе на выборах, как, например, Степаненко, Алдерман, Саламатин, для примера. Будут участвовать коллеги, с которыми работали последние месяцы. Это Клейн, это Кейш. Большое количество именно молодежи активистов из Риги, из Рижской организации Согласия. На втором месте, в пока еще неофициальном списке, бывший вице-мэр Риги Анна Владова. На третьем Андрис Морозов, уволенный на прошлой неделе член правления Рижского зоопарка. Константин Чекушин уже четвертый утвержденный кандидат в мэры Риги. Ранее были утверждены Олег Буров от партии «Честь служить Риге», Эйнарс Целинскис от Национального объединения и ЛРА, Мартин Штатис от «Развития за» и «Прогрессивных». В понедельник своего кандидата назовет объединение «Зеленых и крестьян».